Интенсивность транспортных потоков с наступлением сезона в Анапе увеличивается на 70%. Если зимой в районе Россиянки в сутки проезжает от 8 до 11 тысяч автомобилей, то летом их уже от 20 до 22 тысяч в те же сутки. Глава Анапы обсудил с руководством МВД возможность разгрузить транспортную развязку. Кроме того, обратил внимание на сложные участки в городской черте. Крылова Ленина, вот там вокруг скорой помощи, вот этот пятак, его весь развязать надо. Давайте, когда вы там, сегодня, срочно это надо делать. Никита Федорович, ну, было давно уже поручение, мы проработали возможные варианты, предложения подготовили. Есть варианты? Да, да, есть варианты, но их надо обсуждать. Они есть и временные, и есть перспективные, те, которые позволят там на долгое время улучшить дорожную ситуацию. Надо решать с улицы Ленина, с Крылова на расширение уходить. Ну, что ж это такое узкие? Пионерский проспект. Пионерский проспект, вот сейчас летом как двигаться будем? Уже сегодня, сейчас еще не открылся курортный сезон, уже есть отдыхающие, но уже проблемы. Уже пробки по пионерскому? Срочно надо заняться. И в продолжении дорожной темы Юрий Поляков напомнил о еще одной очень важной автомобильной артерии. Это вопрос очень важен для Анапы. Разгрузите эту дорогу с у всех Анапы, там вправо уходит дорога. Нужно разобраться, чья земля, чтобы увезти дорогу туда, в сторону улицы Мирной, на кладбище. Управлением архитектуры и имущественных отношений дали поручение заняться оформлением земельного участка. Муниципальному контролю определили фронт работ на проходе к морю возле уральских самоцветов и на Большом Утрише. Незаконные строения должны покинуть эти территории. И еще одна тема в рамках подготовки к сезону. Громкая музыка в кафе на улице Горького станет поводом для сбора предпринимателей, владельцев всех подобных заведений. Глава Анапы требует соблюдения федерального закона. В 23 часа должна быть в городе от тишина. Так городские службы готовятся к высокому сезону, каждый в своем направлении.